Слушай, Сань, я знаю, что ты, конечно, будешь смеяться надо мной, но мне кажется, что со мной что-то не так в последнее время. Да, Рус, с тобой что-то не то. Ты постоянно превращаешься в сумасшедшего Джавида. Да нет, Сань, дело не в этом, понимаешь? Я чувствую в себе какие-то способности. Я слышу голоса, мне кажется, что я чувствую то, что другие люди не чувствуют. Да, я понимаю, поэтому я тебе советую сходить в больничку, к психологу или психиатру, я не знаю, потому что, ну... Нет, Сань, я подумал и решил, что я хочу сходить на битву экстрасенсов, проверить свои способности. Ты что, вообще ебанутый что ли? Тебе и так, блять, жить сложно с этим Джавидом? Ты что, на телеке ходишь, опозоришься? Ты можешь меня хотя бы поддержать хоть раз в жизни, а не просто вот орать, блять, тупо? Ну, ладно. Не, мне похрен вообще, я схожу с тобой, да. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Я посмотрю, как ты опозоришься. Хорошо. Что ты за хуй, куда ты меня привез? Ну, вот здесь вот где-то. Что? Сань, у меня к тебе одна просьба только еще есть. Ну? Можешь меня, пожалуйста, ударить, чтобы я разозлился? Не-не-не. Не, Рус, я тебя не буду бить. Пожалуйста, я тебе что, сложно? Мне сложно. Если я тебя сейчас ударю, ты сразу превратишься в этого, блять, Джавида. Ты понимаешь, это ненормально. В больницу лучше сходи. Какая битва экстрасенсов? Я тебя прошу как друга, пожалуйста. Но я хочу, я хочу. Поэтому я как друга тебе говорю, я тебе не буду бить, понимаешь? Это тяжело или что? Это ненормально. Ты вообще сумасшедший. Я тебя много о чем прошу, Рус. Нет, ты меня немного о чем просишь. Но если ты об этом просишь, я это не буду делать. Потому что ты, ну, ты понимаешь, это телевидение. Да, тебе реально тяжело сделать. Потому что здесь на всю Россию тебя покажут. По телевидению, я там буду сидеть, ты. Покажут, да, я хочу показать свои способности. Какие способности? Да, ну а зачем тогда мне тебя бить? Покажи сам, иди, Рустам, покажи свои способности. Каждый раз это происходит, каждый раз. Ты что-то затеваешь, приходишь, превращаешься в Джавида. Зачем мне это надо? Зачем тебе это надо? Ты просто ебанутый. Я не понимаю, это просто дебилизм. Понимаешь, ты приходишь, ты хочешь превращаться. Это все, ужас. Я не буду это делать, понимаешь. Не только у тебя проблемы будут, но еще и у меня будут проблемы. Потому что из-за этого я тоже прихожу и вытаскиваю тебя. Все, замолчи. Спасибо. Давай. Да ладно, блядь, хорош. Стой, подожди. Уважаемые зрители, я приветствую вас. В эфире «Битва экстрасенсов». Самая мистическая программа на российском телевидении. Итак, наш первый участник – Джавид. На нашей площадке семь автомобилей. И только в одном из них находится человек. А в каком именно экстрасенсу необходимо узнать, используя свои способности. Встречайте. Добрый вечер. Ой, ты где есть? Простите, но по правилам нашей программы вы не можете общаться с человеком, которого нужно отыскать. Ой, блядь, сложная задачка. Ну ладно, это не проблема. Подержи. Ой, блядь, а вот эта машина сколько лошадка? Бомба диска. Это какой радиус? Ой, блядь. Ну извините, я же не могу ему жопу заткнуть. Джавид, хочу вам напомнить, что у вас осталось пять минут. Вы ограничены во времени. Какой пять минут? Такой вещи предупреждать надо. И давай заново все. Давайте выключайте нахер эту камеру свою. Давай заново. Ой, блядь, ни херя какой машина. Ай, да ладно, я перегалываюсь. Ай, пошли. Ой, Каркалич, а ты что думаешь, какой машина? Да нет, вряд ли. Ой, блядь, Каркалич, не подсказывай, ебаный врет. Я же сам должен отгадать. Вот эта машина. Вы уверены в этом? Все, сто процентов вот эта машина. Открывай. Ой, блядь, у меня еще один шанс. Давайте. Все, это не считается. Все, давай еще один шанс. Все, давай, все, идите, идите отсюда. Уходи. Вы почему ему нервы трепите, ай? Долбоебый, блядь. Перешел сюда. Это же, блядь, не кошка, это же ворона. Ебаный врет. Подержи. А вот Каркалич перышко забыл. Тоже возьми. Ой, ну все, погнали. Сороку пусть у тебя пока будет. Все, вот эта машина точно. Сто процентов, открывай. Вот. Смотри, я же говорил. Во втором задании нашему экстрасенсу предстоит определить, кто находится в соседней комнате, используя только свои способности. Ну что, вы не видите, что он, ну, ну, он ничего не понимает, он не знает. Нет, да это просто так, он просто что-то выдумывает из своей головы. Ну остановите, правда, я вам говорю, нет, это не надо, это в эфир не нужно пускать. Ну что, Джавид, вы готовы? Ну, конечно. Время пошло. Алло, да, машину продаю. Да, полная комплектация, это, тонировка круговой. Тоже полностью. Да, а ты когда посмотреть хочешь? Вот давай все, сейчас подъеду. Вы не можете уйти, у нас съемки, Джавид. Ой, алло. Блядь, давай попозже, можешь мне позвонить после передачи? Я просто, это, битва 4-7 снимается. Давай. Ой, все, я вижу. Да, вижу, все, там малыш, маленький. Где-то примерно 3-4 лет ему. Мальчик, 3-4 года. Да. У него волос такой белый-белый, волосы такой кудрявые, вот такой делинный. И глаза голубой-голубой. Да, все, маленький мальчик. Белый волос, блондин и голубые глаза. Голубые глаза. Да, все. Ой, а где малыш? А вот и ваш мальчик. А вы что меня, блядь, обманывать хотите, что ли? Я что, дураком похожий? Что я, блядь, что это снимаешь, блядь? Давай, убежай, нахер. К нам в программу обратилась семья Галимовых, который год они не могут отыскать фамильные драгоценности, которые оставил им их прадед. У них на руках есть только завещание, но место, в котором он оставил наследство, дедушка так и не написал. Здрасте. Да, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, мы куда только не обращались. Ой, не переживайте. У меня один способность есть. Я могу в мире мертвые люди переходить. И я, короче, дух вашего дедушка позову сюда, он у меня селяется и с вами будет разговаривать. Хорошо? Какой дедушка, ё-моё, ну... Сука, дубаёв, я не буду в этом участвовать, я не хочу. Ой, блядь. Ой, здрасте, это я, ваш дедушка, меня Володя зовут. Странно, нашего дедушка Николаем звали. Ой, это меня здесь Володя называет, а тогда я Николай. У меня всё нормально здесь, я хожу, гуляю, женщину себе нашёл. Вам чего нужно? Дедушка, а помнишь, ты нам про драгоценности рассказал, но он не сказал, где они лежат? Ой, а это, кладовка смотрели? Да. Ой, тогда не знаю, отъебиться от меня. Ну, как же так, мы же бабушки на золото нашли, два килограмма. Ой, оттуда один килограмм вот этому экстрасенцу, да, которым я сейчас сижу, потому что он нормальный. И каркаровича покормите, он сырок хочет. Ой, блядь. Ну чё, поговорили? Да. Только он ничего такого не сказал. О, как не сказал? Я чё-то там это слышал, чё-то про золото он там говорил, по-моему, нет? Нет, не было такого. Мне кажется, говорил. Вы шарлатан, вы не экстрасенс никакой, уходите отсюда, пока вы в полицию, да и вы тоже идите. Приходите тут со своими воронами, воронами. Да ты сам шарлатан, блядь, и весь твой, это, блядь, шарашкин контора. Добился своего, да? Опозорился? И меня опозорил, и сам опозорил. Да ты, блядь, тоже иди нахер, блядь, и вот этот птериодактил забирай, на. А мне-то чё с ним делать? Да не знаю, чё хочешь, то и делай. Пошли вы, блядь. Джавид, пожалуйста, возьми. Извините. А можно? Джавид, возьмите его. Пошли вы, блядь, нахер. Со своей передачи. Беря, блядь, камеру, чё снимаешь, блядь. Я сказал, я это, блядь, ещё ведущий езжу на улице встречи, блядь. Я вот такой вырытаю, блядь. Давай нахер, снимаешь, блядь. Сейчас поломай всё, блядь. Долбоёна, блядь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!